Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы начинаем нашу программу из радиоцентра «Сангейт». В эфире у нас передача о гармонизации планет. Со мной на связи Анна Ласточкина, ведический астролог. И она сегодня с нами беседует, не как всегда из Таиланда, а из Эстонии, да? Здравствуйте, Анна, как у вас дела? Здравствуйте, всё замечательно. Недавно переместилась в пространстве, вот только недавно прилетела в Таллин. Ну вот и готова поговорить. Готова к бою почти что, да. Так как у нас сегодня Марс, то мы немножко в бою. Есть что-то такое ощущение или нет? Ой, у меня есть такое ощущение. Очень много дел уже сегодня переделала. Вот у нас уже к концу дня идёт, 16.30. Не так, конечно, как в Таиланде теперь. Буду пораньше выходить в эфир, что хорошо. Голова ещё более-менее свежая. Но всё равно настроение такое, что уже многое позади сделано сегодня. Угу. И там есть ещё такой дух свободы, расслабленности. Там планеты сильные, Генера и Юпитер. И два таких благодетеля. И, конечно, обстановка такая. А в Эстонии всё-таки более жёсткие такие условия. Ну, я приехала после Петербурга. В Петербурге они ещё жёстче. Так что в Эстонии достаточно всё так упорядочено. То есть, когда есть упорядоченность, это влияние Сатурна. Если есть дисциплина, это Сатурн и Марс. То есть, есть более жёсткие энергии, ну и климат более жёсткий. Но сейчас у нас белые ночи. И фактически сейчас, да, нет, даже не бывает темно. Да, здесь всю ночь светло. Ну, на самом деле, я понимаю, что это явление природы. Мы сейчас немножко отступаем от темы. Но почему-то мне вот стало интересно об этом поговорить. Потому что наши перемещения, они ведь очень на нас влияют. Это на самом деле хорошо или плохо, вот, белые ночи? Потому что вроде бы как не так, как обычно. Мы ночью спим, хочется, чтобы было темно. Как это влияет на людей? Вот вторую ночь уже ночую, замечают этот эффект, что когда ночью просыпаешься, просыпаешься как днём. И, конечно, это минус. Конечно, хорошо жить ближе к экватору, природней, приятней, когда день сменяется ночью. И это соотношение остаётся примерно одинаковым на протяжении всего года. А здесь получается, что мы зимой должны больше спать, а летом больше бодрства. Как медведи, да? Как медведи. Смещается. И, конечно, да, я сейчас почувствовала на себе этот эффект, что я проснулась, и мне сложно заснуть снова, потому что свет солнечный прямо в свете, в глаза. И чисто биологически это, конечно, невыгодно, потому что пробуждаешься. Ну, здесь люди закрывают рулами окна, так, чтобы свет не светил, чтобы можно было провести ночь, похожую на ночь. Ясно. Очень интересно. А, Аня, ещё такой вопрос. Если, конечно, эта информация доступна на сегодняшний момент. Вот у нас тут пришла такая информация, я видела, она прислала мне одна интересная женщина, что солнце сегодня и завтра, солнце в каком-то состоянии находится необычном. То есть то ли энергии от солнца больше, то ли что-то ещё. Ещё есть у вас такая информация? Если нет, то мы просто об этом поговорим. У меня нет, я только знаю такую общую тенденцию. Сейчас говорят, что солнце что-то совсем успокоилось, и нет там никаких дополнительных бурь, взрывов, и вот что-то оно в таком состоянии стабильном. Но, видимо, что-то поменялось в течение этих двух дней, и оно стало более активным. Я как-то читала другую информацию, что активность замерла. Ясно, ну хорошо, ладно. Ну тогда мы перейдём к той теме, которую мы, в общем-то, которую мы объявили, о которой мы хотели поговорить. Хотели мы поговорить о том, как нам лично, как нам, каждому человеку в отдельности, может быть, всем вместе, гармонизировать наши планеты, включая возможности гармонизации планет, вот исключительно питание. Как у нас с этим обстоят дела? Да, но мы сначала должны определиться с тем, что такое гармонизация, потому что часто путают два метода. Один из них — это усиление, а другой — гармонизация. И когда говорят, как мне усилить, подразумевают, как мне гармонизировать, или что-то наоборот. Дело в том, что для того, чтобы что-то делать, предпринимать какие-то действия относительно планет, нужно сначала узнать, в каком они состоянии в гороскопе. Если они слабые, то их можно и усиливать. Если вообще есть для этого какие-нибудь причины их усиления, можно, но ослаблять невозможно планеты, если они сильные, то они сильные. Они могут быть поражёнными или могут отвечать за такие сферы жизни, которые несут нам проблемы. И может быть сильная планета, которая при этом функционально злотворна. И вот если мы её будем ещё и усиливать, то у нас просто будет больше дел возникать каких-то связанных с этой сферой жизни. Например, со сферой внезапных событий или каких-нибудь несчастных случаев, то у нас будет больше просто возможности с этим поработать. И если мы готовы, то в принципе можно и усиливать. Потому что сильная планета, она одновременно даёт возможность и решить эти проблемы. То есть разобрать свою карму, проработать то, что у нас вот где-то лежит. И мы с готовностью, если мы чувствуем себе на данный период времени достаточно сил, можем действительно это сделать. То есть как-то обратиться к этой энергии и порешать проблемы текущие. Но обычно об этом не идёт речи. Все хотят проблемы сбежать. Не намеренно их себе где-то раздобыть, чтобы их решать. Все хотят просто как-то спокойной, счастливой жизни, чтобы не было никаких перепадов. И тогда речь идёт о гармонизации. Гармонизация это что такое? Когда мы чувствуем себя в порядке, когда мы можем сказать, вот у меня сейчас всё хорошо. То есть у меня сейчас нет никаких проблем, я чувствую себя замечательно в данный момент времени. И если мы посмотрим на то, как это работает, мы можем сравнить с музыкой, с какой-нибудь музыкальной симфонией. Бывает, что всё звучит, вот все эти семь нот, семь планет, они звучат в такой гармонии, что это приятно, что мы чувствуем вдохновение, любовь. И даже если какая-то одна нота звучит тихо, это не значит, что это плохо. А вот если она звучит громко, она может наоборот выбиваться из общего ряда и уже вносить какой-то диссонанс. И вот поэтому вопрос очень большой, нужно ли что-то усиливать. А гармонизация, это очень такой тонкий процесс, индивидуальный процесс настройки. Вот я приведу пример с Марсом. Марс такая сложная планета, которая вызывает разнообразные случаи неприятные, ну, связанные с насилием, связанные с жестокостью, если это поражённый Марс, если он как-то неблагоприятно стоит в карте, он может вызывать аварии, может вызывать пожары, всё, что связано с чрезмерной активностью огня, огненного элемента, какие-то воспаления. И мы хотим его гармонизировать, то есть усиливать его смысла нет. И когда мы можем сказать человеку, ну, вам нужно ходить в спортзал, в спортзал ходить и носить красное, например, смотреть на красный цвет, это значит усиливать Марс, то есть соединяться с этой энергией и наполнять ею свою жизнь. И тогда, получается, человек может стать более агрессивным, да, он будет более динамичным, в каких-то случаях это нужно, в каких-то нет. Ещё есть рекомендации конкретно для мужчин или для женщин. Если Марс – это мужская граха, то мужская планета, то тогда мужчине гораздо проще его гармонизировать. Гармонизация Марса у мужчин – это можно накачать себе мышцы, пойти куда-нибудь позаниматься, обеспечить себе достаточно высокий уровень адреналина в крови и при этом действовать с позиции защитника. Это достаточно легко, это мужская планета, и для мужчин вот так Марс гармонизируется. То есть начать кого-то защищать через силу. Для женщин гораздо сложнее сделать, потому что по законам природы это не женская роль, то есть пойти в спортзал, накачать мышцы, пойти кого-то защищать, останавливать, идти в горящую избу, останавливать коня на скаку. То есть это не те действия, которые приведут к гармонизации. Как раз-таки они приведут только к усилению Марса, что может вызвать печальные последствия для женщины конкретно. А гармонизация – это принятие вот этой силы, этого защитнического какого-то элемента вокруг себя, то есть уважение к ней. Умение видеть это в своем спутнике жизни, то есть гармонизация, там уже будет совсем по-другому происходить, через совсем другие действия. Умение выражать свой гнев, правильно, экологично, но при этом выражать, не в себе, не консервировать. То есть тут для женщины гораздо сложнее гармонизировать Марс. И это можно сделать, если мы уже сейчас подойдем потихонечку к продуктам питания опять-таки какими-то способами, которые связаны с диетой. И это будет не употребление марсианских продуктов как раз-таки. Хотя употребление усиливает Марс. И усиление Марса нам нужно в некоторых случаях, в том числе и женщинам, чтобы победить какую-нибудь болезнь, чтобы иммунитет у нас повысился. Вот это нам нужно. Но если гармонизировать, то наоборот идет, гармонизируется Марс через употребление продуктов, ну больше Венеры, скажем. То есть не, да, мы идем как бы от другого, от противного. То есть мы с этим элементом вообще не соприкасаемся. Мы его понимаем и принимаем со стороны. Это элемент огня, элемент жесткий, мужской. Это идет через уважение силы, уважение властных структур, ну марсианских структур. И также, кстати, у женщины усиливается Солнце, потому что это две планеты, которые примерно одинаковые. Это мужские планеты. То же самое, почитание отца старших властных структур. Вот для женщины это гармонизация. А вот такой вопрос. В принципе, это чисто индивидуальный подход, вот, конечно, лучше. Ну, человеку, понятно, надо сделать карты, увидеть, какие планеты у него не сгармонизированы, да, или не в балансе. Или, допустим, очень сильно влияют на него. А вот можем мы как-то влиять вообще на мир, на то, чтобы не происходили вот эти вот туристические акты, или вот если мы группой, какую-то группу соберем, вот я знаю, что медитации, когда происходят медитации групповые, я когда-то изучала трансцендентальную медитацию, и вот там они рассказывали о том, что в Вашингтоне просто большая группа людей медитировала, и в это время была такая статистика, что в это время намного уменьшилось здесь уголовное преступление, и вообще стало спокойнее в городе. Вот если мы какими-то группами будем собираться, и что-то по этому поводу можем сделать? Ну, на самом деле, да, можно сказать так, потому что всё в этом мире взаимосвязано, мы все представляем собой какое-то единое целое. Я вообще опираюсь на такую философию, что спаси себя сам, помоги себе сам, и вокруг тебя спасутся сотни людей. То есть как-то что-то специально идти делать, кого-то спасать, ну, это такой даже, это не женский путь. Ну, понятно, да, мы начинать должны с самих себя. Если каждый из нас что-то сделает и сгармонизирует себя, то всё будет хорошо. Но мы так понимаем, мы уже пришли к тому, что мы готовы этим заниматься, мы готовы что-то делать. А вот как быть с теми, кто вообще и близко, и совсем не там? Ну, опять-таки, это продиктовано нашим желанием как-то изменить тех, у кого что-то не так. Если мы принимаем, что у кого-то может быть что-то не так, то значит это у нас что-то не так. То есть у нас всё время идёт, нас отзеркаливает окружающее пространство. Нет ничего объективного. У нас есть такая какая-то объективность, от которой мы зависим, но этой объективности фактически не существует. Мы являемся центром, субъективным центром, и всё, что мы получаем внутрь в своё информационное поле, это нас и касается, это и есть мы. Если мы, например, думаем о террористическом акте, то этот акт, он есть внутри нас, то есть он есть где-то в пространстве, в нашем информационном поле. Если мы изменяем своё отношение к этому, ну, можем так сказать, не притягиваем как бы, да, это... Капарно трансформируем и посылаем любовь, то это влияет на само событие, на возможность террористического акта, конечно же, да. То есть если у нас внутри гармонично, если посадить 200 человек, у которых всё внутри гармонично, и они бы не сон подумали какую-то мысль, то сила этой мысли, конечно, по эффекту синергии возрастает, да. То есть она очень сильно возрастает. И вполне можно, да, вполне можно так делать, все сесть в кружок и помедитировать. Но если мы при этом исходим из такого эгоистического убеждения, что мы лучше других и что мы можем кого-то спасти, то ничего не получится. Ну, а такое бескорыстное, как бы, такое единение друг с другом и понимание, что мы все взаимосвязаны, что мы любим эту планету, то тогда, да, тогда, я думаю, эффект должен быть. Да, ясно. Ну, всё правильно, потому что, в принципе, вот, допустим, когда мы путешествовали в Индию, и все говорят, а вы прививки делаете, вы прививки делаете, а мы, в общем-то, прививок никаких не делаем, и мы знаем, что с нами ничего просто не произойдёт. Вот такая внутренняя уверенность, и мы об этом вообще просто не думаем. И с нами действительно ничего не происходит. Или вот сейчас я езжу, допустим, в Бразилию, и говорят, там эти комары, там зэка, вирусы, и все у меня спрашивают, а как же, как же, как же ты туда ездишь? Ну, я говорю, я еду, во-первых, ты еду в такое место, что мы там вообще защищены, и ничего с нами произойти не может. То есть, у меня глубокая уверенность, что ничего произойти не может. и поэтому я даже об этом не задумываюсь, что комары или они будут кусать. В общем, да, я вполне с этим согласна. Мы не можем от всего подстраховаться, то есть, если мы будем думать только о проблемах, которые нужно, хотя это тоже вполне обоснованно, то есть, я не могу сказать, что не надо думать, и надо думать. То есть, всё быстро, всё и так, и так. В определенный момент придёт такой опыт, который нужно пережить. И придёт такой опыт, и может вполне прийти опыт заражения какой-нибудь болезнью за границей. То есть, я это переживала сама. Я об этом не думала, но это пришло. Был период, у меня был под период Марса, и пришло инфекционное заболевание за границей, которое могло бы, могло бы не, как бы я могла бы не, это могло бы не коснуться, если бы были приняты меры до этого. Кстати, гармонизация Марса, это умение также вовремя защититься от чего-то. Когда мы делаем прививки, это опять-таки про Марс. Потому что мы такой мерой в тамосе, конечно же, то есть, это не какая-то благостная мера, но такой экстренной мерой, создаём себе определенную защиту, барьер от возможного инфицирования. Да, вот это как раз действие по Марсу. Это, конечно, не гармонизация, но это своевременное умение воспользоваться тем, что нам предлагает этот мир. То есть, так же, как скорая помощь, так же, как любая экстренная медицина, она связана с Марсом, и мы, конечно, от неё не откажемся, если нам нужна будет такая помощь. То есть, вот, гармонизация, умение принять эту энергию, умение сказать, да, это действительно есть в этом мире, и когда мне нужно будет, у меня как будто бы включится что-то, и я это сделаю. То есть, в принципе, идеально иметь личного астролога, знать точно свою астрологическую карту, и пользоваться вот этими советами правильно, как некоторые говорят, что астрология, это тебе что-то скажет, и ты будешь об этом думать, и ты вот это вот притянешь. Это идеально, да? Кто предупреждён, тот вооружён, но на самом деле, я скажу даже про себя, что даже если я проживаю период Марса, под период, я Марса не проживала, период, я всё равно не могла себя оградить от того, что со мной произошло. То есть, я всё равно проживала ту карму, которую мне стоило пережить, и это были вещи, связанные с жестокостью, это были вещи, связанные с инфицированием, и с какими-то ну, очень неприятными для меня последствиями, и даже будучи астрологом, видя свою карту, и зная, что этот период идёт, я ничего не могу сделать, но может быть, может быть, утешить тем, что я это проживала сознательно, потому что я сознательно, и я понимаю, что это кончится, что это достаточно короткий промежуток жизни, и что это кончилось, и потом, конечно, наступил Раху, что тоже было очень трансформирующее в жизни, и что это закончилось, и какие выводы я должна из этого сделать. То есть, когда мы знаем астрологию, когда мы можем с кем-то посоветоваться, с астрологом, тут больше идёт, вопрос стоит не о том, чтобы это всё не предотвратить, предотвратить что-то страшное, ужасное, что мы можем предвидеть в карте, а то, что мы будем то же самое, те же энергии, проживать более осознанно. И спокойно. И более спокойно. А если мы это проживаем спокойно и осознанно, то мы не делаем эту бурю в стакане, и, соответственно, с нами не случается большего чего-то. Ясно. Мы готовы принять, что есть такая энергия Марса, нужно её пережить. Он не гармоничен в карте. Значит, в какой-то сфере жизни произойдёт трансформация, к которой он относится. И она происходит. И эта жизнь, и она научится в этом потоке получать счастье и удовольствие. Вот так. Ясно. Ясно. Ну, в общем, от всего получать удовольствие. Я почему-то вот сегодня именно, не знаю, почему-то я задумалась о том, что мы вот все как бы в жизни к чему-то стремимся, что-то хотим. В принципе, человек в идеале что хочет. Ну, разные люди по-разному, но, в принципе, люди хотят удовольствия и спокойствия. вот, в принципе, ну, для каждого удовольствие. Совместимо. Иногда бывает. Да. Потому что успокойствие это отсутствие желаний, а желания всегда ведут к каким-то переменам. То есть, желание это отсутствие спокойствия. Ну, что мы хотим, показывает Раху больше всего в гороскопе. То есть, это показывает голова дракона, наши амбиции, наши желания. И эта голова неминуемо влечёт нас в будущее. У нас создаётся перспектива, что у нас есть некое будущее, какие-то планы, мечты, которые мы обязательно должны осуществить в этой жизни. И мы всё время пробуем, пробуем, то с одной стороны, то с другой подойдём к той сфере, где стоит Раху. человек. А с какой планетой связаны удовольствия? Это Венера или Венера, да? Это Венера. Ну, и Раху тоже. Раху связан с таким, с получением удовольствия после совершения какого-то действия. И есть у нас в нашем мозгу такая область, называется хвостатое тело, Nucleus Caudus на латыни. И он как раз связан с Раху, с Осью, Раху и Кету. И оно активно, например, у игроков, кто играет в компьютерные игры, очень активна эта область. То есть, это область, которая заставляет нас захватывать что-то, захватывать территорию и получать от этого удовольствие, захватывать какой-нибудь объект и получать от этого удовольствие. Вот. И это нужная вещь, конечно же, вот это разделение нашего сознания на две половинки, что у нас есть некое прошлое, некое будущее, они нас отдаляют от момента здесь и сейчас всегда. То есть, мы либо всегда находимся в какой-то ретроспекции, то есть, нам всё время кажется, что у нас есть прошлое, которое можно переосмыслить, можно было бы сделать бы вот так, а не так. И у нас есть понятие, что ещё что-то будет. Это на самом деле иллюзорные понятия. на самом деле есть только здесь и сейчас. Ничего не будет и ничего не было. И проникнуть в духовный мир можно только через вот эту точку, когда мы освободимся от этого видения, что у нас есть какая-то амбиция, желания какие-то. И вот раху всё время заставляет нас что-то желать. Венера это принцип удовольствия, он где-то стоит в определённой сфере гороскопа и показывает, от чего мы тоже получаем удовольствие, но больше в такой форме социального общения, прикосновения к каким-то объектам, вкусам, любовных отношений. Вот это. А раху это такая общая тенденция, что мне хочется, что я ставлю задачей своей жизни. Он может быть соединён с Венерой раху. И тогда это будет очень сильное желание чего-то. Потому что принцип удовольствия на раху накладывается на нашу основную амбицию. И вот если такая комбинация, например, в гороскопе в доме доходов, то у человека может быть очень много денег. Потому что у него есть такая... Раху даёт всё время интуицию, интуицию материалистичного плана такого, что я знаю, где можно это взять. И если ещё открыт одиннадцатый дом, где доходы, приток капитала, денег, знакомых, влиятельных связей, то там это и работает очень хорошо. И человек успешен материальным. Но это отдаляет от духовного. Ну, опять же, мы же стремимся к какому-то балансу. И, наверное, и это, и то, где это имеет право существовать. Ну, хорошо, давайте всё-таки немножечко затронем наше питание. Давайте. Так как питание, в принципе, я теперь понимаю, что, в принципе, питание в каком-то смысле это тоже удовольствие. Прежде всего. Прежде всего. Потому что это второй дом, это дом Венеры в естественном зодиаке. То есть, это как раз-таки всё питание у нас с Венерой связано. Пока мы не получаем удовольствие, мы не напитываемся. Это самое главное. Вкусы. Вкусы. То есть, мы, да, мы, как считают Аюрведы, должны включать в каждый свой приём пищи все вкусовые ощущения, все вкусы, да? Но в разных пропорциях. Потому что у нас есть вкусы, которыми управляют злотворные планеты. Это Марс, Сатурн, Солнце. И этих вкусов должно быть меньше. гораздо, чем тех вкусов, которыми управляют благотворные планеты. Юпитер, Венера, Меркурий. Марс ещё забыла, злотворное, да? То есть, острая, едкая, вяжущая мы обычно не едим в каждый приём пищи. То есть, это какие-то небольшие добавления, вкрапления вкусов. А солёное, сладкое, смешанное... Ну, в основном солёное, сладкое мы едим, да. Солёное, сладкое – это основные вкусы, которые мы испытываем в течение. Ну, да, конечно, нас тянет к сладкому, и нам кажется, что от этого мы получаем удовольствие. Но вот я, например, советую своим клиентам, особенно тех, кого тянет постоянно сладкое, чем-то это сладкое заменить. И не обязательно, что это будут продукты питания или какие-то другие вкусы. Это может быть какие-то... То есть, когда мы получаем что-то другое, ну, например, идём погулять, общаемся с природой, или там у нас есть живот, или мы заняты, нам не хочется сладкого, и всё с этим в порядке. Да. Но вообще, то, что хочется сладкого, это даже нормальный индикатор любому человеку, если хочется благостного вкуса, это замечательно. И действительно, этот вкус можно получать от других дел. сладкий вкус связан с Юпитером. Часто люди тучные, это люди, которые не реализуют свой сильный Юпитер. А сильный Юпитер реализуется в общении путём преподавательской деятельности, консультирования, высказывания того, что лежит у тебя в голове, на душе, вот это вот общение с учителями. То есть это люди в потенциале очень хорошие педагоги, у которых, допустим, в первом доме сильный Юпитер. Если его не реализовывать, ну, если как-то забивались тенденции, такие говорят, нечего меня учить, там, ну, бывает, конечно, поражённый учитель Юпитер, когда человек учит ну, как-то негармонично. То есть, например, у меня в семье была такая ситуация, что я в семье учителей, и у меня была такая ситуация, что мне прививалось, что учительство это плохо. Уже у меня у бабушки, дедушки, учителя, что это разбитые семьи, это когда занимаешься постоянно учениками, до своих детей дела нет, и вот иногда такое вкладывается, а человек рождается сильным Юпитером, вот этим генетическим, и он не знает, и действительно не пойдёшь в школу преподавать какое-то отвращение в школе, в школе и так далее, и вот тогда начинаешь в нереализованном состоянии подседать, конечно, на сладкое. Это вот две такие, это неминуемый опять-таки процесс, то есть если планета не реализована, она начнёт тянуть каким-то вкусом. А самое простое, чем мы себя можем удовлетворить, самое быстрое, это едой. И вот так получается. это всегда доступно, всегда доступно. Открыл холодильник или там шкафы, и всегда что-то, есть какие-то запасы. Ну, это правильно, совершенно. Хорошо, давайте тогда поговорим немножко вот о вкусах и планетах. Мы об этом, мы немножко уже затрагивали, но как бы немножко продолжим. про Марс мы поговорили, про Венеру немножко поговорили, про Юпитер мы затронули. Что у нас там ещё есть? Да, мы про Венеру забыли сказать, какой вкус, если мы будем говорить. Давайте по порядку я напомню, какие вкусы соответствуют каким планетам. И мы сказали, что важно использовать все семь вкусов, чтобы чувствовать разнообразие жизни, чтобы была вот эта гармоничная симфония, что у нас всё есть. Через пищу мы получаем эти впечатления. Солнце – это вкус, который называется едким, но это не вкус в прямом смысле этого слова. Дело в том, что вкусы на санскрите называются раса. Раса – это характеристика той субстанции, на которую реагируют наши органы чувств и не только наши рецепторы на языке. И вот солнечный вкус – это переживание тепла в теле, переживание тепла на языке, переживание вот этой, ну какой-то едкости. И этот вкус есть в корнеплодах, таких как имбирь, чеснок, редис, редька. Это такой вкус, конечно, вот этими продуктами сыт не будешь, как говорится. Нельзя эти продукты употреблять постоянно, в каждой трапезе. Мы добавляем их по чуть-чуть. И этот вкус очень хорош для того, чтобы получить такую энергию для борьбы с чем-то, витальность, иммунитет повышать, бороться с болезнетворными бактериями. Дальше у нас вкус солнца, луна, луны. Это соленое. Это все вот соли, которые, все соленый вкус, который мы ощущаем в пище. И он в природном виде есть в овощах, опять-таки корнеплодах, в листовых зеленых овощах. То есть есть вот этот натрий хлор, то есть он там содержится. И соленый вкус нам нужен. Это вот как такое, он умиротворяющий. Если вся пища пресная, у нас начинается недостаток лунной энергии. А лунная энергия, это такой женский, особенно для женщин, дисбаланс. Вот когда мы хотим солененькое, это нормально. Особенно беременные. Да, особенно беременные. А дальше у нас марсианский вкус. Еще один вкус, который мы не употребляем регулярно, это вкус стимулянт, горький. И мы его находим в горьком шоколаде, в кофе, в черном чае. То есть этот вкус, который нас бодрит. Бодрит и заставляет нашу иммунную систему работать на полную мощность. Еще он есть в перце чили. Вот это такой горький, острый вкус. Дальше вкус у нас венеры. Венера это все кислое. Венера вообще за кислоты все отвечает. Если луна за соль, то венера за кислоты. И кислый вкус, он тоже часто встречается. Вот во фруктах, ну вот эти кислинки. Вкус обыденный, который мы обычно употребляем в пище. Если нам его не хватает, мы начинаем подсаживаться на уксусы. Почему так нравятся, например, уксусы, соусы. Соусы разные. Потому что там уксус, там кислого вкуса много. Вот этот кислый вкус, он именно венерианский. А почему людям может хотеться кислого вкуса? Как это может быть? Можно как-то объяснить с точки зрения планет? Да. Кислый вкус это Венера. Значит, как-то не достает раскрытия этой энергии. Не достает раскрытия. Ну, не знаю, за что она отвечает в гороскопе. Ну, понятно. Это тоже нужно посмотреть. И, может быть, подсказать человеку, аж как можно... Ну, кислый вкус, он такой, который, в принципе, легко доступен. Он легко доступен... Ну да, лимон, и сейчас вот у нас черная смородина пошла вовсю. Его много во всем. Он действительно присутствует, поскольку Венера это, опять-таки, планета благотворная, и значит, мы это можем регулярно употреблять, вот этот вкус. Что у нас еще осталось? Меркурий. Меркурий это сложные белки, которые мы ощущаем рецепторами языка. Их недавно открыли только. Это вкус умами, то есть вкус высокой белковой пищи. Жареное мясо содержит этот вкус умами. На него очень сильно подсаживаются, такой комплексный вкус. И он содержится вот в этой приправе на глютамат натрия. В самом таком неблагоприятном варианте. То есть мы можем сказать вообще, что у людей, у которых сильный Меркурий, которые занимаются там разными связями, менеджеры, ну, те, у кого, которые находятся в области связи, и вот им хочется такого вкуса. это связано? Ну, конечно, это связано. Если у человека сильный Меркурий, особенно если он связан с домом питания, с домом его базовых каких-то ценностей, которые сформировались, сильный Меркурий даёт способность различать и компоновать. То есть способность исследовать разные элементы чего-либо, не обязательно питания, но если он связан ещё со вторым домом, то это может быть хороший диетолог, который именно обращает внимание на то, как компоновать продукты, потому что некоторые продукты действительно в сочетании они более оздравливающе действуют на организм, более усвояемы. Ну, например, мы знаем, что каротин морковки, если мы едим морковку, то её лучше есть с каким-нибудь жиром, со сметаной, и тогда будет усваиваемость гораздо лучше, чем просто мы будем есть морковку. То есть возникает определённая синергия между некоторыми веществами, продуктами, вот за это Меркурий ответственен тоже. И могут быть хорошие повара, да, тоже, которые знают, как соединить какие продукты, приготовить красивое блюдо и вкусное. Да, понятно. Если человек хорошо готовит, значит, у него есть вот этот вкус, способность развлечения, значит, у него сильный Меркурий. Ну, смотря с каким домом он связан. Опять-таки, вот у меня такой сильный Меркурий, хозяин второго дома, но он у меня стоит в доме болезней. И получается, что каждый раз, когда он у меня включается, я занимаюсь диетологией, то есть диетами, разбором, что, как, да, действительно, я изучаю питание. И вот, когда он у меня шёл под период Меркурия, у меня проект реализовался по сыроедению. Это было уже давно, 10 лет назад, но вот тогда шёл как раз под период Сатурн-Меркурий, и у меня действительно тогда, вот я писала буквально каждый день о том, как устроен желудочно-кишечный тракт, где что переваривается, где всё-всё-всё, всё вот это вот развлечение, но относительно болезней, да, относительно, как всё оно там устроено. А где-то это сохранились, эти записи? Да, конечно, где-то есть сыроедение, но я уже как-то отошла от этого, ну, наверное, вот с помощью этих передач мне приходится возвращаться. Ну, из этого можно было сделать какую-то книгу или электронную книгу, вообще, это было бы очень интересно. Да, но дело в том, что сейчас уже и опыта больше, и переосмыслено всё, как это работает. Мне раньше не хватало знаний даже, то есть я делала проект, делала, ну, вот, но не хватало, вот, наверное, вот этих знаний о взаимосвязях, что даёт астрология. И вот сейчас с астрологической точки зрения уже есть возможность гораздо более структурно посмотреть на всё это глубже, как устроено питание, с чем это связано, связать питание с психологией, с психосоматикой и так далее. Так что лучше ориентироваться в будущее. Миф на прошлое. Хорошо, договорились. Будем смотреть вперёд. Ну что, мы по всем планетам прошлись? Или что? На Меркурии, который вот как раз у нас за это разнообразие, да, смешанный вкус называется попросту. Так, какие планеты ещё остались? Сатурн остался. Сатурн — это вяжущий вкус и это переживание холода от еды. Это суживающая, сдерживающая, вяжущая эффект, который происходит от того, что у нас внутри что-то сжимается. Иногда нужен для того, чтобы успокоить свой кишечник, который слишком может, ну когда у нас диарея, да, то есть ну по носу прямо скажем. Ну, знаете, энергия Сатурна, да, что-то вяжущее нужно съесть, чтобы стянуть вместе. Это энергия ограничения стягивания и переживания холода. Это вот мы повторили, я в принципе об этом уже говорила, повторили вкусы, какие у нас существуют. И что ещё можно сказать? Ещё можно коснуться базовой составляющей питания, таких как зернобобовые. И можно соотнести каждое зернобобовое с определённой планетой. Вообще зернобобовые это основа нашего питания, это сложные углеводы, это то, что нам нужно вообще вот как база для существования. Всё остальное накладывается, то есть всё остальное это как дополнение. Но вот эта база, она должна всё время соблюдаться, потому что человек от животного тема отличается, что делает его способным например к вегетарианству. То, что он умеет усваивать сложные углеводы. Это значит, что в течение долгого времени будет перевариваться пища, расщепляться, будут высвобождаться определённые бактерии, в кишечнике будет такая микрофлора, среда, которая способствует процветанию. То есть там всё усваивается, у человека хорошее настроение, и человеку не нужно тогда много есть, постоянно перекусывать. И вот эта основа без перекусов, это правильное питание, когда мы питаемся два или три раза в день, оно может быть осуществимо только зерновобовыми. То есть если мы будем питаться только фруктами, кислыми, сладкими, у нас будет просто быстрое вот это переваривание этих быстрых углеводов, и нам нужно будет постоянно перекусывать. Оно не даёт такое долгое, это как печка, которая у нас есть внутри где-то, и наша пищеварительная система работает с этим материалом зерновобовым очень долгое время, и долгое время даёт энергию. И вот я про эту основу хотела бы поговорить и соотнести каждое основное питание с планетой. Ну, я думаю, что мы об этом поговорим в следующий раз. Тема довольно обширная, у меня тут как раз кое-какие вопросы накопились, пока я всё это слушаю, потому что сейчас много людей, которые опять же вот про глутен, может быть, мы немножко затронем, потому что это сейчас настолько распространено, откуда вообще это взялось, и как это связано, может быть, с астрологией, да? Вот мы об этом... есть идея об этом даже сейчас. Замечательно. Всё, значит, мы в следующий раз об этом и поговорим, о зерновых, о зернобобовых, о планетах. И очень... И вот меня вопрос интересует с глутеном, как тут быть. Вот. Спасибо большое, Аня, спасибо большое всем, кто нас слушал. Записи будут выложены на Ютубе и на странице Санкт-Радио на Фейсбуке. Вот. Поэтому мы встречаемся в следующий вторник в то же время. Спасибо, Аня, отдыхайте, у вас был переезд. Да, спасибо большое. Да. И всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok